От героя. Осталось 10 секунд. Дополнительное время. Осталось 5 секунд. Life Stealer. Очередь команды «Сил тьмы» выбирать героя. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Дополнительное время. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Господи,ściąило. Продолжение следует... Да, последней картой в рамках Европы, но не последней картой в рамках этой квалификации. Будем врываться, будем смотреть. На связи по-прежнему Версу... ...тута Илекс. И мы готовы для вас комментировать этот матч. Вот, да, Бруда заезжает как-то не совсем стандартно, не совсем понятно. Хотели там какую-то темп-арку. Мне кажется, с темп-арку был вообще сексально, потому что ее там реально бы это так как раз-таки насиловало. А вот с Брудой и Медовым Слардером... Один раз я видел Медового Слардера в исполнении Крейзи... Не-не-не, скандала, извиняюсь. В исполнении скандала Крейзи просто сейчас играет как раз-таки на этом Слардере. Вот. И скандал реализовал Медового Слардера очень даже неплохо. Как его реализует Крейзи, мы будем, конечно же, смотреть. Да, и были китайские коллективы, который в Септембо использовал Бруду на позиции Соломит. И там Бруда, ну, себя проявляло очень неплохо. Оп, Слардар, Соломит, Бурманшилд. Будем смотреть. Поехали. Пройдемся по игрокам и героям. Команда Вега Складрон, Сёма на Оракли, Солом на Найт Сталкере, Нун на Паке, Эфэ на Лассилере и Маг на Лондруиде. Ванскор отыграет на Орспирити, Седой Бестмастер Мэтрим на Вичдокторе, Крейзис, Лардер и Щечлов Брутмазер. Вот такие расклады у команды Рэбл. Будем за ними смотреть. Будем смотреть за Вегой. У нас какие-то перемещения. Поставили вот такой вот сюда вордец. Ребята из Рэбл. Какие ворды от Веги? От Веги. А, вот тут один ворд вижу. От Веги поставлен. Тоже такие достаточно агрессивные ворды. Ну, здесь, конечно, ворд скорее на разведку, нежели на агрессию. Пайн сидит в Рошпите. Вдруг туда в руда зайдет, пытается нахалявить руну. Но этого не будет, как мы можем наблюдать. Ну, и оба коллектива просто разберут себе по одной руне и разойдутся. Фармящий Бессмастер, конечно, покупает Трэп Лайтстоун себе на линию. Форифайр, Танго и Фласка. Очень интересно. Очень необычно получается. Ну, и магу просто не будет с этой линией. Это Вичдоктор, это Бессмастер, это еще Распирит. То есть очень много замедлений. Ворпофеном, Кабан. Если маг вдруг на секунду подставляется, то после этого его готовы принимать. Этот вар как раз таки рассчитан на то, чтобы почаще мага принимать и убивать. Не давать ему фармить даже вот на вот этом вот спауне. Получится ли Брутке хорошо отстоять на своей линии? Ведь так, если посмотреть, Лайфстиллер, он по сути очень слаб против Руды. У него нет ни единого АОЕ, за исключением мульты. Потом, по сути, Оракл только со своим Пуржом, ну это такое себе АОЕ. И Найт Сталкер тоже без АОЕ. И, соответственно, если Бруда там фейлиться особо не будет, не будет на начальной стадии подставляться, перетерпит левела 5-го, да, там 6-го, то дальше ей будет очень легко. И, кстати говоря, ставится вот такой вард, который будет давать вижен на перемещение суппортов. Но, опять же, такой сомнительный на самом деле вардец. Не совсем понятно, именно какую инфу отсюда собирать. Да, Юша, как и вижу, целых три с центра варда. Да, готов он бороться до конца, дабы его не видели, он всех видел. Ну, вроде, да, если Бруда не ошибается, то все, но если Бруда вдруг ошибается, то получает Фортрун Сент от Оракла, получает там от Соло Войт и получает от Василера Опен Ваунс. После этого даст СН3, и Бруда погибает. То есть, если вдруг подставится, то Бруда очень тоненькая, армора мало. Главное здесь не ошибаться. Возможно, так вот и стоит хотя бы подворовывать пока что опыт. А Соло Сером в поисках пытается эту Бруду найти. Ну, понятное дело, Брутку хочется поймать. Сходу прогнать. Так вот, необычный ССН3, Шичло, сейчас не факт, что его найдет. Да, Бруду просто выгоняет с этой линии, не дает ему здесь Шичло вообще. Воздуха. Поставляет стоять возле башни. Что на других линиях? На центре Пак против Слардара. Ну, разумеется, здесь не очень будет просто... Слардара, с другой стороны, Бормашил купил, и Пак не так сильно дамажит своими тычками обычными. И может стоять более-менее, если как-то подфармливать. Ну и топ-линия, да, это Соло Маг против Триплы. Игроз на Трипла Магу будет трудновато фармить. Вон скоро будет постоянно гонять. Бруда там немного побегала по лесу, пыталась найти Сентричник, вот Сентричник не нашла, а вот Соло Сентричник вражеский нашел и поломал его. И не совсем приятно, тем более, что у Найт Сталкера сейчас еще дасты имеются в инвентаре. Если вдруг подставится, вот опен ван дейт, там сразу дасты, и можно убивать. Так, ну Шичло снова не туда бежит. Снова Сентрик никуда, уходит на Сентрик, кстати, у Пака проблемы. Нет ни арбы, нет ни фэйшифта, и крейзит до конца, есть башек! Фарм нажимается, неплохой фэйшифт, арба через секунду, арба есть. Это просто что-то с чем-то. Когда ты видишь, как Слардер Селленова убивает Пака. Да и когда баш прокает, когда у тебя там первый баш, шанс 10% всего лишь. Да-да, фиг с ним с этим башем. То, что он прокает, это ладно. Как вообще получилось подставиться так жестко Паку. Да, ну, Слардер, как мы видим, очень даже непростой персонаж. Особенно с Пурман Шилдом. Пак его отбьет, он почти демеджа не носит, потому что у Пака здесь ар-6 урона с руки. Слардера, армора 6, еще Пурман Шилд. И все, и демедж не ощущает, поэтому... Просто такой герой, как Пак, стоишь и, как оказывается, чувствуешь себя очень комфортно. Таких трудностей пока нет. Сейчас подъедет Боттл, как я понимаю. А, не, слушай, едет Хелм оф Иронвилл прям сразу, без боттинка. И сейчас армора будет настолько много, что все, Пак вообще становится юзус. Я не знаю, что он будет делать или Крейзи. Просто не будет урона никакого проходить. Ну, теперь его задача не гнобить Крейзи, а хотя бы фармить. Потому что может так получиться, что в попытках загнобить Слардера сам будешь себя загонять в угол, мало нафармишь. Нужно стараться делать упор на фарм. Мага прогнали с топ-линии. Сами вон формят лесочек. А у Мага, где Мишка? А, видать, ему медведя убили. Он сейчас... А, нет, он бежит. Фу, пандочка. Да, даже Чло, очень интересно, что он простоет в лесу, пытается получать опыт, но... И все, то есть... Только второй левел, понимаешь, он даже нормальные экспы не может получать. На начальной стадии Сентричник, который был тыкнут... Кстати, не такой уж и замысловатый Сентричник, его можно было бы найти. Но Чло не поверил в то, что там все так просто. Он искал его в деревьях, не нашел. И Соло нашел зато. И сейчас еще один Сентрик был поставлен криво. И все. И как бы совсем-совсем зажато играет Чло. Но как минимум он ни разу не нафидил. Есть плюсы. Брутка даже из такой ситуации может выкрутиться. Потому что тут-таки АОЕ слишком мало. Но у ФНа есть теперь довольно серьезный запас прочности, потому что пока Бруда наберет какую-то там определенную опасную кондицию, он уже будет иметь как минимум инфест. За счет чего там... В случае необходимости можно будет всегда подхилиться и разрядить обстановку. И поймать Бруду, убить. Да, сты, Бруду. Видно, на деревьях стоит. Но я думаю, что Соло будет уходить в другие линии. И Шучло может расслабиться и немножко подфармить. Что если будет здесь Соло ночью, будучи саппортом, это будет бред. Надо идти на мидл либо идти на топ. Надо скан использовать. Они не используют скан против Бруды. А он только-только появился, мне кажется, что он не был еще. Да? Да. Откатил. Сейчас. Первый скан. Ну, как минимум, сейчас уже можно будет этот скан использовать против Брудки. Это даже бедное Щучло. Он закидывает своих паразитов. Откатывается, да. Где? Соло приходит на мидл, но тут опять же уже никого найти не сумел. Булыжник от Ванскора, и Ванскор успешно уходит. Все, мы снизу Дасты просто так прожал. Бруда совсем была далеко, то есть это скорее был мисклик. Явно не собирался Дасты прожимать. В Бруде немножечко можно подрасслабиться. Легка. Ну, беда Бруды, что она не может уйти в леса. Ну, на данный момент. То есть Ландруид ему было плохо, он ушел в леса, взял себе левел 3, там получил один скрипов, и все. И неплохо ему стало. Шучло, опять же, два крипа, третий левел, арма, и надо опыт. Опа, Шучло, далеко ты вышел, то, друг, то, соцепляется ФН. И вот сейчас бы Дасты, конечно, были бы очень полезные, но вот прожал. На центре Ванскор успел улететь, но это не конец. Крэйзи дает крашу по двоим, пошли каски Маледикт, отличные каски. Дмитриема, и Соло может и погибнуть. Соло бежать под Маледиктом, 120 хп остается, 90 хп нет. Маледикт первый, поэтому демиджа не хватает, а бы сделать так. Выжил, выжил. Прутка по-прежнему претерпевает. На топе, зато фрифарм у Бестмастера. У него 39 на 10, топовый крипстат, Лайфстиллер, кстати, тоже очень близок. Но вообще, Бестмастер дядя, который очень хорош против Лайфстиллера. Даешь ему Примал Рор, начинаешь его разваливать. С другой стороны, Лайфстиллер тоже хорош против Бестмастера тем, что он может сесть в какого-нибудь Некрономиконца, забрать его, либо сожрать сразу, и тем самым восстановить себе хп. То есть всегда будет какой-то крип довольно жирненький, второго можно залезть и немножечко подхаваться. Можно заметить, что купил себе Крэйзи Раиндроп. Часто это происходит, но происходит, и против Пак артефакт идеальный. В итоге Пак не может не дамажить ни физически, ни магически. И у Слардера опять же есть под реген. Да, вот это тоже очень важный момент, потому что у Слардера хп реген у него хороший за счет шлема, а вот ману регенить было нечем, а теперь есть. Может быть, Паку даже стоит как-то постараться почаще арбой спамить, чтобы этот Раиндроп его выбить поскорее. Иначе ману реген то неприятненький. Сала видит рана ДД, отдает ее. Ну-ну. И пока только один фраг за 7 минут, опять же, такая довольно пассивная дота. И, ну смотри, потихоньку шучло, появляются у нее паучки, потихоньку начинают и подфармливать, либо свой риг то есть, и можно так вспомнить, вспомнить. То, что Бруда не фидит, это самое важное, то, что Бруда не отдает фраги Лайфстилеру. Посмотрим, конечно, уже непосредственно на эпицентре, потом на предстоящем мажоре, как будут игры складываться. Если все будет именно таким вот образом складываться, то надо будет, я думаю, Valve придумывать для того, чтобы за фраги давалось больше золота. В общем, мотивировать игроков на замесы. Потому что вот этот патч, он должен был вроде как динамики прибавить в игру, а он эту динамику-то и убил по итогу. Либо коллективы просто каким-то непонятным образом пришли к минию, что... Притирается еще, может быть, опять же. Еще к тому новый герой, который будет сильнее раскрытый. Тот же Elder Titan вполне может появиться в ближайшую неделю. Кто его знает, пока о нем никто не знает, а тут кто-то пикнет и пойдет, как это часто бывает. За пиком. Дмитрий вместе с Сидоим. Сидо, литимейт есть, но маг хорошей позиции не подставляется. Планер команды Вега. Ждем какого-либо экшена, пока его нет. Ну, да, за счет этого как раз-таки Сидоа, который фармит, сейчас у него появится некрономик, но можно будет пушить дальше. Опа, влетает ванскор мимо. Но зато медведи через урок готовы убивать. Правда, тут три телепорта, надо делать тэп-аут уже самим Ребелом, но Ребел телепорта не делает. Митрима подцепили, Митрим попытка сделать тэп-аут, Митрим должен улетать, но вот Сидои, походу, никуда отсюда уже не уйдет. Дримкоилы, Сидои, минус. Это очень плохо. Решили так вот пойти, рор на медведя дать. Ну, не вышло. Переоценили себя. И Шачло, правда, внизу отпустили. Он, наконец-таки, начинает фармить, здесь начинает пушить. Нельзя. Даже такая загромленная бруда потом может выйти и дать настоящей паучихой проблемой противника. Так, слегка у кана Микросо на Соло. Не, ну и сталкер, конечно, очень жирный. 8 армора, попробуй его пробей. Бесполезно. Сюда смещается еще и Слардар. А вот уже, кстати, можно и попробовать Соло убить. Амплифай надо, главное, повесить. Амплифай на Соло повесили. Телепорты от Веги увидели мы сюда. Телепортов нет, и Соло продают. Да, потому что телепорты только-только были сделаны, и, как понимаете, их попросту нет. Да, упака кулдаун, а Слитер кулдаун не было телепортов. Кулдаун висели. Да, Соло выкручивается из ситуации с помощью, естественно, рейзи, но все-таки выкручивается. И теперь у него уже более-менее нормальный левел, сейчас еще Тауэр упадет, и... ситуация для него стабилизировалась. Там еще денег, в принципе, у него прилично на руках. Да, все неплохо, опять же, практически догоняет своего оппонента. Эфэн такой мимо проходит Мэтрима. Эх, не поражал он рейдж, и сейчас жалеет, наверное, об этом. Какого-нибудь крипаса, если у него нет возможности, просто добежит. Беда. На ровном месте Эфэн, фармящий пол игры, вот так вот ура, и отдается. Мало приятного вам. Нет Эфэна, сразу заход на Рошана, понимает, что это хороший шанс за эры. Вот Амплифай, некрономика, наверное, кабаны бьют. Вега-Сквадро, наверное, даже туда не пойдет. Опять же, без лотилера эти не стоит. Маг пока не боец. Там появляется Эмидас, и то его еще пока нет. Поэтому, хайдем на Рошан для для Берлсов. А, иди для Свардара. Армлеты, 800 золота имеется запасен. Но опять же, все, у Реблсов плохо, 3000 по золоту по графике, 500 по опыту. И бестмастер, как майнкарри. Ну, пока неплохо, если это будет там быстрый некрак, минусе 13-3, то будет очень жестко вниз. Есть смещение. Но, опять же, Афена так просто не убить. Да, что, по крайней мере. Один раз уже убили. Ну, там он сам загулял, да и рейд, что и почему-то не нажал. Больше ошибаться так не должен. Так, ну и что у нас там по экономике? 4000 близится к 4000 преимущество в Ребл. По XP вроде все очень ровненько. Там максимум в 750 это совсем мало. Ну, по золоту более-менее прилично. Это золото сконцентрировано у нас на каком-нибудь бестмастере, да, у него неплохо. Да и кор сильный, и саппорты разница там на тысячу у каждого. Саппорты бедные. И вот Бруда уже выходит в Хендер Мидас. Я смотрю, по-настоящему, что Бруда уже не так сильно пластир отстает, который фармил, казалось бы. Мак тоже Мидас себе прикупил. Заюзнул только что. Тоже довольно приятно. Ну и оба Хардленера нормализуют свою ситуацию, потому что и там, и там начало было скверное. Сейчас вроде более-менее жить можно. Посмотрим, что там Сема. Сема седьмой, у него тоже вроде с левелом проблем никаких нет. Это замечательно. Посмотрим на Мага, на которого сейчас идет небольшое нападение, но нет, тут ситуация под контролем. Ну и продолжается у нас вот эта череда обмена любезностями и просто гонка вооружений. Смоук, инфест-бомба, активируется ночь и побежали. Даггер есть. Даггер есть на паке. И Крэйзи, по идее, должны забирать. Да, вот прыгает. Рэйдж. Правда, под Рэйджом особо не подамажил. Праймал Руор, в итоге ФМ под диким фокусом, армлет еще активирован и совсем больно ФМу. Дэсбард еще в спину наваливает, есть Флэйв. Ну нет, его тут ничем не хилят. Он погибнет на развороте. Две тычки, причем с таким замедлением. Еле-еле замахивался. Кабан, помимо того, что замедляет, он спит, еще дико замедляет атак спит. Айни неприятно. Вязкий пик у Рэбл, который задавил веку. Айгис под конец пытался хотя бы Некрономика назагрызть, получить хоть какие-то деньги со Пайта, но не сумел. Минус 2, падает также башня, а Эгис, напомню, был у Крейзи, он остался. Крейзи убить не смогли. Кстати, если будет вязаться Файл Стромс, вот этот, да, Нат, точнее, Лайфстилера, а в это время Лайфстилер залезет к крипа и схавает его, то это, кстати, очень дикая комбинация. Ну, нужно, мне кажется, обузить. Туда тебя уже, ну, никто не сможет остановить и спокойно добежишь. Пишло, на развороте приходит ванскорый булыжник мимо. С другой стороны, обычно все-таки инфес используется для врыва через инфес-бомбу и он в кулдауне находится. Это понятно, да, но когда ты играешь против бестмастера, лучше этого не делать, потому что ты врываешься, нажимаешь рейдж и весь свой рейдж, что делаешь? Правильно, ничего не делаешь. Ты сидишь под Праймал Рором. Поэтому, ну, уже как бы не первый раз подобное происходит. Если эта инфес-бомба идет на бестмастера, но если не на бестмастера, а на кого-либо другого, то БМ тебе объяснит. С другой стороны, Оракл, по идее, может тебя сайвануть в теории, но если у него будет хотя бы линза или даггер. Да, типа, вы инициируете в любого, Лайфсиллер грезет, на него Праймал Рор сразу же он снимается при помощи ульты Оракла, но это все как бы сложно сделать, когда у Оракла нет даггера, а инфес-бомба идет обычно с помощью которого есть даггер. для бедняги Оракла. И начинается у нас походу очередная заруба у Ванскура. Он надо уходить, но он улетает на арбе. Да, на этом, собственно. Ванскура с его один камень, кстати говоря, поэтому тут особо ты не подерешься. Башню сил тьмы на верхней линии атакуют. Просто пушить. Ребрался. Какого-то, возможно, сесть. Ходит на вышку. Некрономик даже не используется, но и не нужно особо. И тогда мы же попадаем внизу, что так же подфармливают, подпушивают. В общем, по всем лидиям прейсинг. Есть Dreamcoil. Только лишь по Седому этого мало. Под Соло. Седого пытается зацепить. Седого моментально можно убить. Седой. Седой-то живет до конца. Седой еще урор на Соло закидывает. Седой живет. Смогли его, наконец, убить. Infest. FN вылазит назад и убегать. Сожрал Некрономиконца. Один в один разменяли. В принципе, Night Stalker тоже довольно неплохая боевая единица. потеряли бестмастера 11-го левела. Да, неплохо для Вегги. Опять же, убили это первую позицию по общей ценности. увидели мага, но убить его не выйти. Так что для Вегги отличный файт. И Слардер скоро купит себе даггер. Это небольшой, так скажем, плюс. Потому что хотя бы, если уж умер бестмастер, мог бы умереть какой-нибудь Слардер, условно, он выжил. Эггис из него выпадает. Тысяча голды. Надо доделывать даггер и уже тогда полноценно идти воевать. Вообще странно, что Ребел умудряется лидировать, учитывая, что они дерутся без бруды, а Вега постоянно ходит в перо. Там Мишка какую-никакую помощь все равно оказывает. Вейл появляется Расперита. Ну и ждем. Да, действительно, блинк от Слардера. После этого ждем инициации инициации Тайеров. 2-6. Всего лишь 8 фрагов за 16 минут. Опять же, мало очень. Фрагов, но при этом тот, они не могу сказать, что прям пассивно. То есть, моменты происходят часто. Просто обычно никто не погибает. Или погибает минимальное количество героев. Не схватит 5 на 5. Бежит, бежит. Эта селедка бешеная. Ищет кого-то crazy. Как мы видим, никого не находят. У мага 2 400 голды. Входит он потихонечку в саккрат. Не супербыстро, но по идее его никто трогать не будет. Своё он нафармит. Ну, мало, конечно, вероятно, что его никто трогать не будет. Смоуки разбиваются. И вот сейчас как раз-таки тот момент, когда мага могли бы потрогать, но у него инвиз. Есть некрономика, но если вы видите, что там смоук спал, то можно будет нажать некра и прополить, где там находится маг. Поэтому если сейчас пойдут, то я думаю вполне можно седой. Ой, мага точно. Три, ехал маг прямо в лапе. Больно мага и маг. Вай тоже, да, да. видим, Вега вроде как хотят отрываться, как минимум соло, бежит. Я не знаю, насколько это обдуманное решение. На центре крэйзи, цепляет крэйзи. Слишком больно, пара ударов, барба, крэйзи минус. Тут есть булыжник от Ванскор, но слишком поздно. Ванскор нужно отсюда просто уходить, улетать. Пошел, пошел Афен дальше, поймал Седова. Праймал Рор в кулдауне, естественно, он тракался уже. Забрали, соло убежал отсюда и в итоге Рэбл начали очень хорошо, заканчивают так с тебе. Но тем временем Бруда снизу поломала Т2 Тауэр. 4400 голды ущичло. Бруда топодим Бенетворсу. Согновленная Бруда просто в салат становится топодим по Нетворсу. Но Бруда нет файти, правда, никогда. То есть Рэблси всегда воюет четвером. Саджичло молодец, он не фидел. Прям затерпел по максимуму, который можно было вообще там придумать. Ситуация была крайне печальная, а сейчас он реально топ-1 по Нетворсу выкрутился же, выкрутился. Папи прыжок есть от Крэйзи, соло как-то тут загулял, получил удар и баш и погиб. Алло ХП лучше, конечно, башню не пушить, а то можно и погибать в сторонном месте. Но по итогу два ключевых как бы персонажа есть в этой игре. Это Лондруид, который себе Радианс фармит и Слардер, которому нужно уже в какую-то тарапку выходить. Если у Слардера артефактов не будет, то это будет серьезная проблема для Рэбл. Да, у них есть бисмастер с некрачами, но по сути этот бисмастер на 18-й минуте с некрачами третьими и больше пока ничего себе купить не может, он не представляет какой-то сверх огромной опасности именно в лейте. Да, на данный момент он очень жесткий, но если медведь какой-нибудь Радиан себе выформит, то проблемы будут серьезные. Ну, опять же, можно, конечно, сказать о том, что под амплифаем этого мишку можно очень быстро штопнуть, все такое, но лучше это дело все не затягивать. Заходить за спину веган, физбомба плюс Сема может получиться очень интересный момент. Идет. Ну, он там, правда, врывается, пытается убить в секунды Соло, Соло должно быть, Соло убили, инфес-бомба взрывается, вбивают быстренько здесь Вич-доктора. И, видимо, все. Пойдет. Поревался, иду дальше. Есть Рор, до сих пор, есть Некрономика. Поцепит, и Крэйзи на позиции стоит, готов он врываться. Крэйзи, притом не видно. Тут даже щечло присутствует. Манту себе взял, не самое стандартное решение, но будет сбивать с себя всякие Сайленсы, Пуржи, прочую каку. Снизу почками там пушевалась линия. Довар пока еще даже не тронули. У Найсталкера все не так радужно, как складывалось обычно у Соло. Даже каких-то намеков на Аганим мы не видим. Неприятно. Дуанн купил себе помимо Даггера Юл. Тоже будет что там с себя снимать и всякие Амплифай, и какие-то Тайленсы Ортер Спирита. Ну и очередная Фестбомба. Если будет нападение не на Бестмастера, то все может закончиться печально. Мы уже один раз подобное видели. Притом втроем идут, то есть, ну получается четвертый будет Лайфстиллер, один товарищ находится на другой части карты, у него 4200 голды, он уже бежит из Атмедас, паяться с Акарта, там параллельно быстренько разобрали Бестмастер, но он байпэкается, Вичдоктора тоже съели, Вичдоктора не байпэкается, да ладно, Соло улетит на базу, нет, крэшнули тут Соло уже улетит на базу, так вперед ногами, баг, даггер аут, выживает. Плохо бывали, Ребелсы, был сделан байпэк, Бестмастера там процесс на Фестбомбе в секунду убили, он ничего не мог нажать, ни одной кнопки, но сейчас надо забирать Рошана и Сидом отдавать Аегис, это единственный нормальный вариант, при том, опять же, не случить, что мага не был в файте вообще, он фармил свой райден в себя спокойно, мага, здесь еще один телепорт, сомнительный пока врыв на мага, но там приходит так-то Крэзи, и ситуация поинтереснее становится, но маг еще в теории может как-то выжить, маг приходит здесь Нун, и маг начинает навалить по 1скору, 1скор минус, дальше будет погоня за Крэзи, Крэзи поднимает Фьюл, Крэзи отсюда на блинкауте уже никуда не должен уходить, там еще дабл дэмэдж Нуна, но попробует у Снордара грызть, аут, аут, 2скорни и минус на Ледке Рецепт на радианс уже есть у Лондруида Теперь маг уже в полной боевой готовности Ну, не знаю, мне кажется, что Вега через минуту 15 уже будет игру выигрывать ну, 6%, потому что Бейсмастер слабее с каждой минутой, Бейсмастер все-таки Эстония, Кэрри, который может дать отбор ближе к Лейту Лавсилеру, но как ни крути, да и Лондруид становится сильнее намного, чем та же самая Бруда на файт, если мы говорим Ну и Аегис на Бруде это, конечно, довольно интересное решение потому что Слардер улетел на топ, хотели убить довольно жадно, жадно получается Тайли, хотели убить мага, но не смогли это сделать, при этом еще и на Фиддил Почему, да и правда Бруде Аегис, Бруда никогда не фокусит в файте Ну потому что Слардер улетел, Слардер потому что улетел А Седой? Ну Седомол зачем? Ну его всегда фокусит в каждом файте Ну вообще да, да, согласен У Бруды 0 смертей, Бруда либо в файтах ее нет, либо ее никто не цепляет потому что она там в Эрвизе, она прячется где-то в решении, честно говоря, такое спорное очень Ну и Ластер с этим Дезолятором 3200 золота все сильнее и сильнее становится команда Вега Каждой минутой все слабее Ребеллсу можем заметить, что уже Бестмастер так актуален, уже не так получается кого-то находить и убивать Надо спешить, иначе Вега просто выиграет эту карту Сантре, Жечь шло Вега просто отойдут там готова уже инфестбомба снова на хосте Нун и зайцы смог и есть клиент есть клиент, который зовут Крейзи который сейчас нарывается на неприятности пошла арба спалили, что кто-то тут крипов явно фармил Нун бежать, блинк есть никого найти не смогли, но были очень близки Крейзи что-то почувствовал и успел отсюда уйти Странно конечно ноуан чекает потому что обычно убегает под тавер у нее туда А вдруг решил схитрить вот как раз обычно убегает туда а тут фардар бы убежал в другое место но не нашли ладно фаршно выходит офенда инфест бомба не удалась никого найти и вышло Ничего себе еще три косаря нафармил не знаю что он там собирается себе брать БКБ может какой-то радфликом купить с другой стороны ну там типа если сталкер имеется лайксилер имеется баг то есть много очень неприятных способностей БКБ хороший вариант добрать его тот же радианс действовать не будет не миссовал крутой тоже не особо приятно миссать она под ультой вроде бы начинают давить Рэбл учитывая то что у них есть Аегис вроде как ситуация располагает да и понимают то что с течением времени они становятся только слабей а Вега крепчает и не нужно играть подцепили здесь Митрим Митрим живет Митрим Фэн нажимает рейдж там Сему сгрызли но вот никто не убить ставится Дезвар и Фэну очень больно Фэна можно добить и Фэна убили пошла Арба и ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЯ ПАУЗА если они сами не инициируют и не убивают бестмастера то заканчивается все это тем что ему даже не до кого добежать не дают там кабан какой-то тебя замедляет Праймал Рор какой-то в тебя залетает в этот раз даже ничего особого-то и не потратили крэйзи прыжок на Соло сбивает ему телепорт готов так же убивать Соло получает лицо баш положик мимо но Соло это не спасет да миссы миссы но минус на Соло ПВК у Соло нет слассиров купаться не будет тут мишка с радиансом будет жечь сдалека да да ведь можно откидываться арбами рифтами и медведем поэтому Праймал Рор есть если что еще до сих пор не потраченный видишь доктора вард скоро откатит но там уже вега поресались все уйти бы по хорошему уже можно было а сейчас можно и с одной стороны уйти с другой стороны ведь ничего не потеряно все что было то и осталось даже аегис на бруде все есть полностью все только единственная проблема то что у бруде 5 кассарей голды и надо бы уже что-то купить он вроде что-то купил два ультимейта арба это походу будет скади на бруде да все и уходят арбался понимает что все воскреснули или даже душе какой-то неожиданный разворот а как вариант как вариант это будет довольно неожиданно потому что ну вроде как очевидно то что должны по идее отступить вроде как и отступили отступают ребята же у веги хоть вардов здесь и нет но будет анем матер-карта ничего не боясь шестая минута игры взглянем на графики около шести по золоту и по опыту команда века даже везет тысячу единиц ну опять же графики ничего не говорят все очень ровно преимущества у кого-то толком-то и нет там у слардера сейчас бкб появится уже появилось надо принести и хотят снова драться или просто идет разведка вардов потому что нашли один вард с ник рычами поломали искать все остальное надо все спауны все точки почекать есть какой-то вижен обязательно его поломать больше ничего не нашли захватили так скажем территорию rebel и обосновались тут как у себя дома пен есть дезолятор есть армальец но есть огромная проблема то что он ни до кого дойти не может несмотря на то что вроде бы нажимает рейдж но кабан какой-нибудь ему на голову садится и дико замедляет проблема побежал выход мид намечается от команды вега есть инфес бомба ну он готов рваться но ведь что-то тринита цель смоук от ребелсов может быть правда пак не особо хорошо ворвался там еще и крэйзи промахнулся крэшем в итоге но он просто ретировался вот сема улетит для отсюда сема нет сема никуда не летает его просто продают по итогу просто минус один саппорт а там в миде тем временем соло получает primal roar очень много демоджа в него заезжает ману сожгли да еще и день наступает как не вовремя да соло погибнет к сожалению для него день а два героя там из вайбека и можно заходить тарао только три героя будут дефить базу и 3 секунд есть это очень много времени при том что по телепортам фн телепорт есть и что он прилетит он уже дает телепорт 3-3 падает заход на ренч барак решили быть не милишный и мальч пока гоним очень быстро кстати появляются шмотки 1-500 на творче ноуана очень хорошо сжимается четкий глиф дрим коэл есть по двоим мишка накричит и должны их должны они собачат но ничего из этого не происходит мишку порвали на части нужно вызывать нового нужно как-то попытаться забрать крейзи но крейзи не дается так просто в руки подамплифаем кунфу панда проседает довольно серьезно ванкор тоже просел арстом его не в ту сторону немного толкнули ванкор в незавидном положении погибает один в один разменяли аут просто можно бить барак да что хищло и делает понимает что барак это лучшая цель соло подходит так что арба ну сложновато убить хищло подсказе сбивает с себя фир с мантой продолжает прессинг барака там уже все живы не считая оракла и ребелсам не хватает урона элементарно по строениям есть сирпес бомба но он кто против что прыгать с феном жока крэйзи мимо и крэйзи за это наказывают рор дать не получается дедо почти сразу порвал он его немного подняли в юлы обращает в бегство щечло щечло и так рад надо ему отсюда драпать и в общем то он убежал а что барак остался там он 400 хп на антре гейнца и стородом большим рэбелс еле-еле спушили и рейнжу барак то есть в плане пуша не считая некрономика нам все довольно печально дамеджа построения не хватает баг забирают хосту тоже приятная румка по экономике отклонений нет нет отклонений очень ровно идут оба коллектива правда товаров мало поломали вега вот может быть именно поэтому они немножечко отстают эти активы нереализованные сейчас можно как раз таки использовать и вот примеру лайфстилера теперь есть кираса ему с дезолятором кирасой да еще и армалетом прям совсем приятно если он до кого-то доходит там дикая боль самое главное чтобы на него праймал рор не кастовали иначе беда что-то с этим нужно делать без мастера я так понял скоро будет какая-то кираса или может быть это будет даже лорк крест пил себе слейдж похоже на плохой вариант там сладер какую-то кирасу сделает доллар крест довольно приятная бруды бурды по-прежнему нет даже каких-то там не знаю power тридов или еще чего-то просто тапочек во что не грыженный я думаю уже нет смысла делать пт дальше я думаю уже просто есть смысл делать травола перемещается вниз мидл по сути пробит поэтому его может быть не настолько эффективно сейчас пытаться добивать может быть стоит уже как-то начинать вниз потихоньку подпушивать еще желательно линии отпушить чтобы потом попытаться забрать аршана ребятам из ребл а веги естественно желательно этого аршана не отдавать и они пытаются инфестбомбы реализовывать пришло с этим даггером смотришь на эту бруду и понимаешь что это мягко говоря нестандартная бруда даггер ман таскади мы вообще такую бруду видели тема он скоро идет прям кого-то чувствует где-то тема находится но немного поворот не туда и команда вега отходит близко были реблс даже скан завязали но никого найти не смогли есть рошан кстати сыром и дай туда амплифаем подниками можно и поубивать неохотно очень миленно доходит рошана то ли боятся то ли еще какая-то причина но вот он седой все шло и начинает рошана грызть бега на это никак не реагирует возможно не знает возможно просто не хотят туда идти искан понимать что соперник на рошане это уже не имеет значения айгис для бруды сыр для бара мы ждем какой-то экшена рыбов байров да вот такое ощущение складывается что ребл вроде как лидирует но на самом деле все совсем конечно не так есть естественно преимущество небольшое за счет айгиса но когда ты идешь к противнику на хай граунд там решают больше байбеки а не наричие айгисов и сыров что ты можешь просто элементарно байбекнуться потратить один или два байбека и потом сделать минус пять и полностью перевернуть игру это довольно неприятная штука и когда тем более ты заходишь на хайграунд ребл сейчас думают что у них есть какое-то хорошее преимущество есть возможность зайти есть какие-то активы для этого точнее основа для этого а на самом деле их основа составляет две с половиной тысячи золота очень слабо поэтому вот тут могут они сами себя мануть уфна три косаря голды я думаю что следующий артефакт это будет уже башер но пока надо оставлять денежки еще и на байбек обязательно тоже будет решать оставят ли свои деньги вега на байбек или нет если там вдруг байбеков не будет можно даже чекнуть то могут быть проблемы но пока с лайфстилером байбеки есть медведю по сути там чуть-чуть не хватает к раклу ну и что готовы заходить рыбался по центру что ли киринты кстати отжидаются крипов да летит еще на центр и бредмазер попытка зайти на базу противника тирать про дыноч и напомню у соло уже имеется аганим то есть вижена крайне мало и у пака имеется аганим если получится скомбинить savage roar плюс дримкойл то это будет дичайшая комбинация и очень неприятная весь был лыжник медведя был убить но не получится медведь уже слишком плотный а у медведя при этом армлет имеется поэтому не получится мишку загрызть заход на барак глифа команды виагра имеется готова также инфес бомба ну плюс фн прыжок от крэйзи прыжок не самый лучший значит шейчлой прыгает на ну но как же много дэмэджа полетел ванскор магнитаз есть по троим и вот она инфес бомба втрывается три героя очень более седом и седой надо дать ультимейт ультимейт такие седой не дает ни по кому фарт пробивает ну на крайне сильно ну находит фейшифт ну он должен жить ну он да делает блинкаут и живет байбек от оракла медведя сейвит оракул причем очень правильно делает ну и в итоге вот оно то самое преимущество которое казалось бы есть у ребелс оно 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 как бы казалось только что есть да герои веги опять же сильнее намного становится с каждой минутой и мы видим что ну просто типа заходить на барак и начинать его бить без какой-либо идеи но это не самый выбор при этом у ФНа даже деньги были не потрачены вот у него сейчас пять картерей на руках по сути умудрился провести файт без какого-либо закупа да если будет к артефактам либо эвис может как тараска я уж не знаю чё-то такое прям будет ой как сложно чердва падает и я уверен что сейчас вега будут по золоту уже вести аркады до до 0 после этого башни будут вести вега но у Рэбэлсов проблема как им выигрывать непонятно бисмастер насколько есть ой ФН получает блаш приятного конечно малого рада есть Булыжник мимо зато может дать краш по ФНу есть краш ФНа подцепили на ФНа очень плотный ФН садится в медведя вылазит ФН рейджа нет есть рор по соло но соло опять же не лучшая цель слишком он жирный ФН пытается отжираться ФН ультимейт есть от Оракла ФНа очень круто спасает и ФНа боюет с Брутой но это бесполезно ФНа может отсюда просто уйти но с Клипорта нет и ФН погибает все-таки взрывается да, ФН еще и Сема параллельно забирают как обычно это и бывает ФН пытается засейвить в своем мейнкере но хотя могли просто потерять ФНа и отойти продать его но решили побоевать и на равном месте получается минус 3 так, качели продолжаются так, игра пока не собирается заканчиваться более 3-3 минуты это еще только начало может вы привыкли это видеть у Бруды по-прежнему имеется Аегис Бл-19 3400 золота Ласилер покупаете редкликом Монки Бар ну беда и Бестелан в данный момент что он не дает демиджа а демидж уже нужно Ласилеру башен башен там Бруда просто со своими миссами напрягает плюс еще миссы от Бестмастера со Соллор Крестом поэтому как ни крути без МКБ здесь ничего не сделать Ласилер без Байбека кстати 20 секунд его не будет и на центре падает Барак но опять же так медленно его пинают crazy демиджа по настроения мало надо помощь подходит сюда еще шучуло подходит Ванскор активнее нажимается Глиф 5 секунд есть надо как-то Веге выиграть время не очень хочется отдавать этот Барак на ровном месте булыжник есть мимо и Барак стоит невозможно его убить этим вот пиком не получается есть краш врыв на соло соло получает моментально подсейфа Торак шучуло до конца на соло он далеко заходит он понимает что у него есть Айгис можно наглить фарскор погиб рор есть на Эфена надо Эфена бить надо Эфена бить Эфена бьют Эфена очень больно Эфена помню не имеет Байбека Эфена уходит Десдвард ставится по кому не дает айгис выбили прыгает пак по троим но по всей жизни соло до конца побежал напомню ночь вижена хватает соло Митрима подцепил есть воин Митрим себя форстафует но там будет рестораж но этого не хватит хотя каски Митрим все еще живой Митрим а тут с даггера Бруда прыгает на мага Север вор немножечко откидывают от себя и ПВП Бруда против фанточки и вроде Бруда постельнее выглядит явно на эту фанточку сейвить потому что она в кулдауне байбек есть еще от пака может уже было лишнее файта уже завершен пак решил сделать байбек хотя у него и так было очень много денег у него после байбека 4 600 я не знаю сколько было до да было считай 5 600 было много было реально очень много первый раз Садс Вардара появляется маску да крейзи на себя нажимаем тп побыстрее подхилится потому что Вега готова идти в пуш но там байбек убить мастера есть ведь доктор уже воскреснет поэтому особо сильно Вега не пропушит но может хотеть как-то навязать файт потому что есть инфес бомба норм плюс фн надо вырваться в любую секунду опять же это все очень-очень рискованно лучше уйти что и делают Вега Сквадрон ну да а игра на нервах получается потому что и той другой команде сложно закончить сложно как-то файт выиграть тут нет такого что у какой-то команды есть конкретная доминация все герои Веги посильнее ближе к Лейтону Ребелс сражается до последнего также бейсмастер по Нетворцу но это не мейнкери бейсмастер такой ну хорош оффлейнер но это не как лайстиллер какой-то персонаж тут на бруду скорее тут бруда мейнкери а бейсмастер оффлейн что да реально такой дамаж дилер я таких брудмазеров уже давно не видел скадзи демонейдж манта мейнкер тревела ну да выглядит бруда конечно очень устрашающе а еще плюс ультимейт не забываем демор заполнительный ажор мне интересно что он там будет делать мкб наверное или все-таки может быть может быть ну там рейдерс возможно беспокоит его это все-таки если хоть и 17% на ней стать вниз перетяжка от команды Ребелс ванскор полетел Афена находит ФН ФН по сайлансу рор на ФН ФН можно очень быстро убить Афен минус ФН есть байбек в термобиле мак пытается улететь мак успел сделать тэп аут медведя также должны здесь убить неплохо опять же на ошибках на ошибках постоянно Ребелс ловит твоего оппонента еще на байбек бы развести ловить ли было бы вообще замечательно у них есть все шансы но только самое главное так развести чтобы потом еще убежать ну либо выиграть файт что часто мы видим ситуации бывают такие что ты разводишь на байбек и потом допнешь один за другим но идут Ребел уверены в своих силах нижнюю линию пропушивают идти там и КБ уже к шее число возможно стоит его дождаться буквально 10 секунд на руках с МКБ будет очень много дамеджа можно будет ходить и убивать заход на Тир-3 есть но он в Реб потравилась теперь моментально байбек телебор туда прилететь к помощи команды нажимает и сразу получает один баш второй баш отсейвили подхилился немного РФН восстановит отличное количество хитпоинтов лучше ему отойти он уже доконял портится Слардер тоже пытается выживать немножко обузнул Ормлет есть Юлы хотят все-таки добить этого крэйзи на селедочке получает это сделать тут еще поймали Мэтрима будет небольшой добор и минус три в общей сложности ну вот развели на байбек как говорится потеряли трех игроков погибли втроем но Ассиро все равно в минусе Мэтрим конечно интересно просто встал нажал тп попытался улететь а когда ты понимаешь что тебя по-любому догонят а там быстрые резкие ты от них хрен бежишь шанс маленький что ты выживешь но он все-таки есть поэтому проще куда-то там забежать в лесочек и сразу тп от голды тратишь которые сейчас ничего не решают а шанс хотя бы даже один процент если есть почему бы его не использовать ждут Рошана Вега но Рошана все никак не появляется появляется у медведя мага маги кинбар вообще запакованный не на шутку у кунг фу пандочки сейчас такой медведь можно даже панду сохранить идет она очень сильно и неприятно внизу терзим башня на 42-й минусе наконец-таки должна упасть и взглянем на экономику побыстрей кума тут нули по золоту опыту 7500 за вегой это же все это незначительно это не огромное преимущество что игру не показывает все зависит от того как только инициирует как-то начнет файт да очень видно что у обеих коллективов очень много бёрст и очень мало хитпоинтов соответственно кто-то первый синициировал моментально допустим стерли какого-нибудь бестмастера не дав ему что-то юзнуть и это выигранный файт или там лайфстилера какого-то сразу убивает реббл и тоже выигрывает файт довольно легко то есть вот если поработают может быть над своей живучестью каким-то образом инициация уже будет не так страшно в данный момент инициация очень очень серьезная был грамотно выиграл к смоках команда был кого-то найти но нет нарашан вот тут появится я думаю что там сам будет экшен если захотят ребелс и пойти то вега я думаю ответит взаимности и придут также нарашана заблокировал скролл в рейзи новое обновление добавили не знаю зачем правда скролл блочить но тема есть на это причина иршан падает просто в секунду до работы плеплайм да и пруда уже под ультимейт там наваливаются ой-ой-ой как больно перед себе шичла в сыр аеги для сардара но опять же игра продолжается конец то что игра может закончиться в ближайшее время как кто знает у нас так и происходило что вроде кажется что никаких предпосылок а тут бац все погибают байпаков нет и идет падает трон в этой игре еще всякое может произойти тут как бы опять же экономика нам говорит что очень все ровно если даже мега крипы будут и они умудрятся как-то сделать минус 5 они могут просто пойти с медведем и до трона вспушиться считанные там секунды ему дело такое убирает шичлона наконец-таки с выходом мидос берете бессирок а медасик уже можно потихонечку и продавать 21-23 ровный счет показывает как все игра происходит очень ровненько пока ни у кого преимущества нет и команды боятся выходить опять же вот это начинается формление хотя фармить то уже и некуда у всех коров все есть не считая там свардара и бестмастера у остальных все замечательно спать успоко мпт поменять айгис купить мандшар ты так ну и у нас небольшое затище оба коллектива проигрывать явно не хотят те жаждет победы ну и соответственно на той стадии одна ошибка может стать стальной поэтому мы пока опять наблюдаем за какой-то фармежкой судя по всему хотят себе дофармить байбеки либо дождаться этих байбеков в случае лейстилера у которого еще 2 минуты кулдауна на этом байбеке будем наблюдать будем ждать ну на подходе у бестмастера думаю будет скоро и рефрешер тогда будет еще интереснее 2 рора для лейстилера это это очень больно все-таки лейстилер не такой жирный 2000 хп потормлетам больше но это мало так много чтобы там лейстилер был наступка живучий мейл штром боится для панды от мага еще больше демаджа еще больше фида и потихонечку метрим говорит пора выходить и погоним есть фокарклаб есть поинт бустер и летит к нему слушай к нему уже аганим полный летит аганим есть что если хорошую позицию метрим выберет то можно очень круто задезвардить противника джейвич доктор живучий полторы тысячи хп плюс ко всему мекка имеется форстаф до этого он как-то умудрялся свои варды ставить чтобы ему не сбивали хотя если так посмотреть там и savage roar сбивает там и пак может сбить и в принципе night stalker и вообще можно просто убить этого вич доктора очень быстро но пока что вд варды свои спокойно ставит и они наносят много урона а с аганим так вообще поджимает противника рыбал свежим на базе по всей линии считая ботома крэйзи амплифай потихоньку начинает раздавать и желание ударов зайти все-таки имеется аигис имеется сыр желание огромное то зайти и пить хотя бы милишный барак они уже минут 15 не могут убить он здесь стоит и неприкасаем вич играл но у дегите проблема с заходом на рампу и то что тут опять же у ребелсов похожая проблема тут похожая проблема немножечко другого характера но у дегите допустим было преимущество по золоту но они не могли реализовать преимущество здесь преимущество по золоту как же быстро упал просто три удара шичло есть рыба FN 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 тоже по всему Rima ставится очень боль абсолютно по всем надо FN отсюда просто убегать FN не взорвется ли вот чем вопрос FN остается на 700 кп живой есть рор подцепили медведя который только-только появился если медведя убить то будет провал Крейзи очень вовремя байбэкнулся нужен байбэк от лайфстилера но он походу еще немного фулдауна 5 секунд 5 секунд 3 секунды 2 по идее байбэкнется но нелишный барак упал не супер конечно страшно полетели баночки очень даже неплохо FN где байбэк FN FN выкупается только сейчас видимо потому что байбэк накатил у ландроида нет медведя его убили не будет медведя 80 секунд медведя все артефакты лежали то есть макс считайте в таверне у него тут все равно только владмирс гем и ботинок неужели сейчас отойдут ага отдают аегис ардар нет не отдаёт я думаю уже ардар сейчас вас отрегенивается решили просто уйти свою задачу они сделали на байбэке развели там 3 байбэка было сделано но пака от лайфстилера ну по итогу теперь нужно подхилиться и в принципе идти делать то же самое потому что вышло все очень хорошо у реббэл больше байбэков то не будет если они еще раз так зайдут и убьют всех то это конец можно даже втронуть и никакие там мега-крипы сделать не нужно просто втрон и мы видим как фэна быстро убивают несмотря на то что он опять же лавсирует у него рейджи и кираса но рор аргумент слишком весомый он его принимает и погибает ну там и дезвард опять же митрим поставил его шикарно его никто не сбивал он бил 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 и даже оракл оказался отличный саппорт но помочь особо-то и не может да надо на самом деле этому товарищу митриму уделять должное внимание и как-то его пытаться убивать иначе этот дядь это вносит ого-го сколько импакта в замесе дпс у него уступает там в принципе какой-нибудь бруде ну в счет бруду я не знаю бруда какая-то бешеная под маршардом уже полностью запакованная дезвард тоже бешеный там вылетает как бы 4 тычки в секунду по 150 урона в секунду 4 тычки идут по топу вега-сквадрон внизу ребелсы так что команда друг друга не встретится но веге надо уже перемещаться вниз что они делают потому что все-таки как вега играет с позиции защиты максимум может остаться мак и здесь один кушать все остальные должны уже улетать потому что ребелсы все ближе и ближе армия пауков тут опять же имеется еще аегис как я понимаю ведь да нет аегис уже нет но и сыр есть точно 100 хп нажимается смок башня падает смотрим на нудно далее дизарм нашли сошли надолго ли наверное да он скоро ушел на топ и надо уходить он скоро там нормально магнетайзом фармит ну почему нет понимают ребята что там ближайшие минуты файты скорее всего не будет потому что уходят ребелсы назад на топе поэтому ничего ничего страшного есть сканут команды файлс понимает что противник за ними идет след и надо отсюда убегать если баннскор подоспит то можно как-то и файт навязать на развороте так неожиданно дать рор у седова уже рефрешер ну по сути есть он оставляет деньги на байбэк поэтому не можете докупить персеверан второй бруда пока даже мидас не продает пришло ну ему на самом деле даже непонятно что тут пать у него вроде уже все есть но можно на самом деле абисон не постесняться купить реально смотрится симпатично демоджи у него под ультой все равно очень много можно взять баттерфляй как вариант баттерфляй не надо потому что мкб уже есть и у медведя и у лавстилера тут ну вот тем более это да но идут идут по нижней линии опять же очень они сильны готовы и заход на бараки фрешер появляется у пака пока остается без байбэка просто вабанк игре пака но там штраф висел поэтому бесполезно что-то владел шичло прыгает на медведя пытается убить ставится дримфойл по двоим фн пытается седова седова сгрызают секунду ну все седова потери седов моментально байбэк на треволах вернется назад фн а как же больно бьет crazy фн может погибнуть фн байбэк фн больно даже с места просто свинуться не может бесконечные баши крайне тяжело подтягивается сюда седуха праймл рор у него имеется в наличии поэтому рор также нет байбэка три героя погибает ни у кого нет реально выигрывают вторую карту браво ребел красиво от них вообще хорошая была дота все шло 10.04 вспомните бруду какое у нее было начало первые минуты это та самая карта где ты можешь просто вот сохранить этот вот записать для себя специально этот вот первые там две минуты и последние там не знаю две минуты игры и это будет таким неким мотиватором всех играющих в доту не только для профессиональных игроков но и для вообще любителей поиграть в дотку папочки покатать показательный момент где не нужно отчаиваться расстраиваться несмотря на то что у тебя там супер печальное начало если ты терпишь если ты стараешься то потом шестило опять ты дождался момента когда соперники ушли с линии ни разу не нафидел и начал потом фармить потихоньку понимаешь он был внизу нетворс помощь это было ноль а он не видел он терпел это гайд и в итоге потащил свою команду к победе он реально тащил свою команду к победе молодец браво тоже передадим слово